В Иванове в четвертый раз прошел фестиваль школьных научных проектов на иностранном языке «Интерлогос». 70 учеников из 14 образовательных учреждений собрались в гимназии номер 32, чтобы представить свои работы. Темы проектов самые разнообразные – от гуманитарных до технических. Главное условие – защита на английском, немецком или французском. Моя исследовательская работа посвящена влиянию СМИ на осознание людей. Я считаю это очень важно, потому что в нашем мире, не секрет, ведутся информационные войны, и очень часто, особенно подростки, становятся их жертвами. Поэтому я считаю, очень важно было осветить эту проблему в моей работе. Я брала несколько событий, в частности, присоединение Крыма к России, конфликт в Керчи, и также взяла одно событие просто внутреннее в России. И осветила это, то есть я показала, как СМИ из разных стран по-разному трактуют одно и то же событие. Соответственно, люди, которые живут в Америке, будут думать о присоединении Крыма к России, допустим, в негативном ключе. Мы же думаем об этом в позитивном ключе. Кто прав, мы на самом деле никогда не узнаем. На конкурс заявились учащиеся пятых, одиннадцатых классов. Многие на Интерлогосе во второй и третий раз. Оценивать проекты пригласили преподавателей госуниверситета. Никаких повлажек не делают. После выступления задают вопросы. Проверяют не только владение языком, но и понимание темы научной работы. Вопросы задают ребятам и на русском, и на иностранном языке. Здесь, конечно, нужен беглый иностранный, чтобы ребенок сумел вопрос осмыслить, понять и ответить на него. Но мне кажется принципиальным таким отличием, мы не концентрируемся только на иностранном языке. По спектру секций, которые представлены на фестивале, вы видите, что мы не зажимаем ребят сугубо лингвистическими дисциплинами. Интерлогос позволяет школьникам подтянуть язык, пообщаться с вузовскими преподавателями и получить опыт публичного выступления. Такой формат гораздо интереснее и, пожалуй, полезнее стандартного урока английского. К тому же при работе над проектом ребята узнают новое и учатся работать с информацией. Проект мы делали с моей одноклассницей, мы решили посмотреть информацию в нашем школьном музее и нашли рукописное издание газеты, которое издавалось в 30-40-х годах. Ребята рассказывали о школьной жизни, было много карикатур в этой газете, ребята подшучивали над учителями, рассказывали о своем свободном времени. Очень интересно. В лучших традициях победителей и призеров награждают сертификатами в книжный магазин. Специальные подарки от кафедры романа германской филологии «Литература», разумеется, на иностранном языке. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.